Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Суть заключается в том, какой феномен вы описываете. Феномен, по большому счету, феномен жизни. Это феномен, когда человек ощущает на себе сильный импульс, сильное потрясение либо жизни, либо смерти. Ну, в принципе, смерть является обратной стороной жизни, поэтому можно сказать, что это тоже жизнь. Вот. Что получается? Что происходит? Происходит примерно следующее. Сталкиваясь с сильным потрясением, человек выходит из привычной ему жизни. То есть нарушается привычная такая вот, привычная размеренная жизнь, скажем так. И на мой взгляд, на мой взгляд, это сродни своего рода травм. То есть вот психическая травма. Только вот здесь она имеет такое вот, немножко специфичное, наверное, направление, да, вот. Потому что травмируется не сама психика человека, а задевается некая такая вот, ну, можно сказать, что задевается периферия, да, можно сказать. Вот. И, соответственно, соответственно, это периферия, которая задевается, мотивирует человека на то, чтобы что-то делать, на то, чтобы, ну, какие-то вот действия там предпринимать для того, чтобы, ну, там, условно говоря, реализовать вот этот потенциал, который у человека есть. Вот. Что важно, наверное, отказать еще, это то, что человеческое формание достаточно элитное. Вот. И, как бы, по привычкам, когда какие-то события, вещи в человеке, человеческой жизни повторяются, то человеку кажется, что так будет всегда. Ну вот, серьезно, вот прям вот так будет всегда кажется человеку. Хотя, хотя, на самом деле, ну, совершенно очевидно, что для меня, ну, человеку достаточно сложно в этом мире, ну, нужно понимать, что... такое существо, которому достаточно тяжело жить в... ну, условно, человеку существовать в условиях какой-то такой неопределенности, скажем так. И отсюда, естественно, появляется, ну, потребность некоторая себя вот как-то обезопасить. Обезопасить себя, ну, например, например, иллюзией того, что может быть какая-то определенность. Когда, соответственно, эта определенность исчезает, человек начинает так, ну, в какой-то степени, ну, я бы так сказал, наверное, судорожно, что ли, что-то делать, да? Судорожно пытаться, какие-то действия, как бы, компенсировать. Скажется, что вот компенсировать, да, ну, тут можно будет, ну, что-то изменить. То есть, если я там, вот, если человеку не стало, я там буду жалеть, то я, как раз, могу вот на это равновесие. Почему это происходит? Потому что мы не живем полной жизнью, как мне кажется, с людьми. Вот, мне кажется, что мы не живем полной жизнью, ну, вот, условно говоря, в контакте с людьми. Вот, мы себя удерживаем, ну, на то есть много причин, я бы сказал. Вот, и это не так важно, это не так важно, ага, какие причины. Но то, что мы не живем полной цели, то, что мы не естественно себя ведем, ведем. Вот, и это порождает такую вот, ну, можно сказать, скрытую, неудовлетворенность с того, что мы делаем, например. Это правда. И когда все, ну, происходит вот так, что человеку неожиданно уходит из жизни, то нам, конечно, становится очень-очень тяжело и трудно. Потому что мы, как кажется, к этому не готовы, именно вот в силу того, что мы себя сдерживаем. Понятно, что если бы мы себя не сдерживали, то, блин, нам бы тоже было плохо, мы бы тоже страдали. Это безусловно. То есть не нужно здесь думать, что, вот, ну, что, там, какая-то, ну, не сдерживаемая, например, активность, да, по отношению, ну, по отношению. То есть человеку, вот, она позволит, там, не испытывать страданий, не переживать, не жалеть и так далее. Нет, это все, как бы, естественно, это естественные чувства. Это нормально. Вот. Ну, важно, наверное, немножечко другое, да. Важно то, как, вот, как мне кажется. Ага. Важно то, как Человек 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 Проживает То, что Чувствует. То есть здесь, не так, понимаете, здесь не так важна Причина. Как мне кажется. Не так и не столько важна причина, сколько важно, как человек с этим обходится. Вот. Если человек обходится с этим подавлением, негативом, то, вот, я так могу предположить, что вы пытаетесь так вот сделать, пытаетесь через подавление, через объяснение, через рационализацию, да, пытаетесь, эм, ну, да. кто-то упростить, объяснить себе. На самом деле, нужно просто проживать. проживет и в проживании вы можете увидеть какое-то особое значение этих чувств именно для себя и в этом будет ваш собственный опыт плодания проживания и тех открытий которые вы сделаете проживая смерть близкого человека. Это продиктовано в каком-то смысле не только потрясением но и страхом, то есть это же все-таки что-то с чего люди не знают, это что-то страшное, это что-то непонятно, это что-то таинственное, вот и конечно это пугает, это нормально, что это пугает, как бы важно здесь конечно то, опять же, что человек делает со своим страхом, вот. Ну, лично я думаю, что люди живущие полной жизнью, максимально полной жизнью, на которой они могут, на которой они могут, на которой они способны, вот, люди живущие максимально полной жизнью, мне кажется, ну, меньше, что ли, подвержены вот таким, ну, таким аспектам, что ли. То есть мне кажется, что люди, которые, ну, которые живут полной жизнью, они, на мой взгляд, проживают быстрее. Вот эта боль, это не значит, что я не знаю, не знаю, стараться прожить быстрее, я не хочу это сказать, вот, но мне кажется, что она проживается быстрее. Это боль, она проживается легче, она проживается, ну, в какой-то степени она проживается более, как сказать, конструктивно. для человека, то есть человек может извлечь из этого для себя, ну, какую-то вот, не знаю, пользу, может быть, тапость, какой-то опыт, опять же. Вот. И это, мне кажется, вот, бесконечно, бесконечно, ну, бесконечно важные цены. Вот. А так человек может, ну, бояться каких-то вещей. Вот. Человек может опасаться чего-то и смерть может подтолкнуть, ну, личность к, ну, к тому, чтобы еще больше скрывать. Вот. Вот. Ну, такая вот история. Вот. Ну, такая вот история. Вот. Ну, такая вот история. Вот то, что я могу вам ответить с точки зрения психологи. Я могу так же, конечно, сказать, что, ага, индивидуальный, ну, индивидуальный опыт был, есть и будет, ага, ну, условно гомера. И вот здесь важно не почему, да, здесь важно, вот, не столько почему, здесь важно как, а не почему. Вот. Почему это, ну, я бы сказал, не так. Актуально, что ли, да, не так, а ванно, что ли, что ли, вот, как, ну. То, как это в процессе себя проявляет. Поэтому я рекомендовал бы вам не особо уходить непосредственно средственно в рационализацию, рекомендовал бы вам в большей степени смотреть на то, что вам хочется здесь. Мне кажется, это принципиально важный момент, на который вам нужно обратить свое внимание. Вот то, что я мог бы вам сказать с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения своего опыта, работы с людьми, которые пережили, например, потерю близкого человека и так далее. Вот то, что я могу вам ответить сначала. Чем хочется закончить ответ? Наверное, тем, чтобы вы как можно меньше себя сдерживали в тех или иных ситуациях и случаях, чтобы вы не откладывали какие-то вещи, которые хотите сделать по отношению к другим людям или сказать о другим людям. Вот. Ну, можно это делать, на мой взгляд, без какого-то активного применения. Потому что, если вы будете делать так, то есть, ну, просто принудить к чему-то, то ничего хорошего из этого не получится. Вот. Здесь все-то довольно-таки жесток по отношению к людям и жизни, но только в том случае, если человек себя выценит. Вот. Вот такая, вот такой вот ответ. Ответ я могу вам дать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я надеюсь, что мой ответ даст необходимую почву для обратных слева, которая может послужить началом психотерапии.